Мабу-хай от имени прекрасного народа Филиппин. Интересно, что один из древнейших и глубочайших вопросов, прозвучавших в истории этой земли, был задан Каином в ответ на вопрос Бога вскоре после убийства его брата Авеля. Разве я сторож брату моему? Тем, кто стремится выполнять волю Господа, стоит серьезно задуматься над этим вопросом. Один из ответов находится в учении Алмы. И так как вы желаете войти в стадо Божие и называться его народом, и готовы нести бремя друг друга, чтобы уменьшить тяжесть его, да, и готовы горевать сгоревающими, да, и утешать нуждающихся в утешении. На нас, ученика Господа Иисуса Христа, лежит ответственный заботиться о наших братьях и сестрах и служить им. Рассказывая притчу о добром самарянине, Иисус Христос не только дал отпор своим противникам, но также преподал важный урок всем, кто стремится следовать за ним. Мы должны расширять круг своего влияния. Наше служение ближним не должно зависеть от расы, цвета кожи, положения в обществе или степени родства. В конце концов, заповедь, гласящая «помогай слабым», поднимая опустившиеся руки и укрепляя слабевшие колени, давалась без всяких оговорок. Многие считают, что действенное служение подразумевает тщательное планирование и организацию какого-то комитета. Хотя многие из подобных достойных проектов полезны, большая часть служения, в котором сегодня нуждается наш мир, связана с постоянным, ежедневным общением друг с другом. Как правило, такие возможности для служения можно найти в стенах своего дома, где-то по соседству или в приходе. Следующий совет, данный коварным баламутом своему племяннику Гнусику, при чехе Клайва Стейплза-Льюиса «Письма баламута», описывает тяжелую болезнь, поразившую многих из нас. «Как бы ты ни действовал, в душе твоего пациента всегда есть и доброе, и злое. Главное – направлять его злобу на непосредственных ближних, которых он видит ежедневно, а доброту переместить на периферию, так, чтобы он думал, что испытывает ее к тем, кого вообще не знает. Тогда злоба станет вполне реальной, а доброта – мнимой». Слова из любимого гимна предлагают нам совершенные лекарства. «Тому стало легче нож унести, кто бремя со мной разделил. Помогал ли я слабым на трудном пути? Смог ли дать утомленному силу? Трудись, а не только мечтай. Пусть в труд воплотятся мечты. Если с радостью смело возьмешься за дело, в нем благословлен будешь ты. Далее я хотел бы рассказать о событиях, свидетелем которых мне посчастливилось стать. Они показали мне, как простые дела служения помогают нам и помогают тем, на кого нам позволено оказывать влияние. Наш Небесный Отец приводит людей с любящим сердцем на важные перекрестки нашей жизни, чтобы нам не пришлось бродить во тьме в одиночку. Эти мужчины и женщины помогают нам своим примером с огромным терпением и любовью. Я знаю это по собственному опыту. Мне вспоминается один особенно важный перекресток – решение поехать на миссию полного дня. Я стоял на этом перекрестке очень, очень долго. Когда я мучительно пытался решить, какую дорогу избрать, моя семья, друзья и руководители священства подали мне руку помощи. Они подбадривали и поддерживали меня, а также постоянно молились за меня. Моя сестра, служившая тогда на миссии, регулярно писала мне письма и не теряла надежды. Даже до сего дня я чувствую, что меня словно несут на руках добродетельные мужчины и женщины. Думаю, мы все это чувствуем. В некоторой степени все мы зависим друг от друга в наших стараниях вернуться в свой небесный дом. Делиться евангельским посланием – это один из лучших способов служения людям, не принадлежащим к нашей церкви. Я хочу поделиться своими детскими воспоминаниями о человеке, которого назову дядя Фред. Когда мне было шесть лет, дядя Фред был для меня просто кошмаром. Он жил по соседству и всегда был пьян. Одним из его любимых развлечений было швыряться камнями в наш дом. Поскольку моя мама отлично готовила, несостоящие браки взрослые из нашего небольшого прихода часто бывали у нас в гостях. Однажды, когда дядя Фред был трезв, они познакомились с ним и пригласили к нам домой. Такой поворот событий ужасно меня напугал. Теперь этот человек оказался уже внутри нашего дома. Так было несколько раз, пока им не удалось убедить дядю Фреда прослушать уроки миссионеров. Он принял Евангелие и крестился. Он служил на миссии полного дня, вернулся с честью, продолжил свое образование и заключил брак в храме. Сейчас он праведный муж, отец и руководитель священства. Глядя на дядю Фреда сегодня, никто бы не поверил, что когда-то он снился в кошмарах шестилетнему мальчику. Давайте же всегда будем восприимчивы к возможностям поделиться Евангелием. Моя мама подавала прекрасный пример того, как помогать людям, подбадривая их. Она преподала нам много важных уроков. Один урок, сильнее всего, повлиявший на мою жизнь, это ее желание помочь всем, кто бывал у нас в доме. Меня изводило то, что многим из них она отдавала наши продукты, одежду и даже деньги. Поскольку я был мал, а мы были бедны, мне это совсем не нравилось. Как она могла отдавать что-то другим, когда нам самим не хватало? Разве неправильно было обеспечить сначала наши потребности? Разве мы не заслуживали более удобной жизни? Не один год искал я ответы на эти вопросы. Гораздо позже я наконец понял, чему учила меня мама. Даже борясь со страшной болезнью, она не переставала помогать нуждающимся. А потому, не унывайте, делая добро, ибо вы закладываете основания великой работы, и из малого происходит великое. Служение не обязательно должно быть связано с какими-то захватывающими событиями. Часто это бывают простые, ежедневные поступки, которые приносят утешение и духовный подъем, ободряют, поддерживают и помогают другим улыбнуться. О том, чтобы мы всегда находили возможности для служения, я смиренно молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Аминь.